Приветствую вас и отвечаю на первый вопрос. Существуют мужчины-манипуляторы? Можно сказать, что да, они существуют, но делятся на два типа. Осознанные, то есть которые манипулируют женщинами осознанно, и неосознанные, которые безсознательно производят манипуляции, но при этом на уровне сознания не понимают, что они манипулируют. Это в большей степени эгоисты, это в большей степени просто люди, которые считают, что их интересы важнее, чем интересы женщины и так далее. Эти два типа мужчин практически не различаются внешне, но различаются по своим мотивам, и придерживаясь общего правила, не только психологического, можно сказать, что мотив очень важен и отражается на вине. Если мужчина манипулирует вами неосознанно, то соответственно ему нужно доказать, что он это делает, доказать ему это, и, возможно, он свое поведение изменит, потому что добраться в этом он забудет дальше. Это очень важно понимать и не понимать. Дальше, подвижая на вопрос, на следующий вопрос. Значит, собственно, который уходит и возвращается когда угодно. Вы написали это с однако вопроса, и я так понимаю, что для вас это форма манипуляции, уходить и возвращаться когда угодно. Видите ли, сам приход и уход, когда угодно, не является манипуляцией как таковой. Манипуляция, это является следствием защиты интересов мужчины. То есть мужчины, когда ему выгодно уходит и когда выгодно приходит. Это форма достижения своих выгод. Это не манипуляция. Это, скажем так, линия поведения. Дальше. Вы пишите еще какие-то способы манипуляции о женщинах. Значит, в основном способы манипуляции перечислила моя коллега и каждый из них можно разбирать отдельно. В общем, можно сказать так, что способ манипуляции, это по сути найти слабое место женщины, то есть в то, что ей дорого. То, что ей ценно. То, что имеет на них значение и апеллировать этим. Либо давить, задевать за больного. Либо обещать что-то сделать и не делать. Либо грозить, отобрать. То есть, любая манипуляция, это нащупывание слабых страхов человека и проделывание с этими сторонами, определенных действий, которые вносят под собой цель человека подчинить. То есть, чтобы он управлять, создать рычаги управления этим человеком. И способы манипулирования зависят от того, какие слабые стороны человека берут слабые стороны. Женщина, в данном случае. Соответственно, если речь идет о обещании чего-либо, то это на желаниях. То есть, манипуляция идет на желаниях женщины. Ну, можно на страхах женщины. То есть, давить на ее страх перед чем-то. Ну и, соответственно, значит, слабое место, то есть, все то, что ей больно вспоминать. То есть, допустим, женщина совершила какую-то ошибку, которой она достаточно тяжело потом переживала, сообщила об этом такому мужчине, и мужчина при каждом удобном случае ее этим попрекажет. Соответственно, женщина, руководствуясь нежеланием, собственно, совершать эту ошибку, ломает себя и поступает так, как выгодно мужчине. Как я, надеюсь, я вам несколько понятно объясню, какие способы манипуляции женщинами есть. Далее, вы пишите, как им противостоять и как распознать. Распознать очень просто, спросить себя, кому выгодно то, что происходит. Допустим, вы не можете объяснить поведение мужчины. Вы не можете объяснить ситуацию какую-то. Вот вы не понимаете, почему она произошла. Вы пытаетесь найти какие-то доводы, какие-то объяснения, но у вас не получается. Вы не можете себе ответить на вопрос, почему эта ситуация произошла, как она произошла. И вот тогда задайте себе вопрос, кому это выгодно. И вот этот вопрос, он магический в некотором смысле, потому что он помогает вскрыть амбиции и мотивы мужчины. Если то, что происходит выгодно мужчине, значит, это и есть его манипуляция. Если в этом случае плохо вам, а ему хорошо, это тоже есть манипуляция. Мужчины не манипулирующие всегда ставят интересы своей женщине на первое место и именно она выигрывает в той или иной ситуации, а он может и проиграть. Но если мужчина всегда остается выиграть, то так иначе это манипуляция. Противостоять этому можно в следующем образом. Не позволять, не позволять ущемлять свои интересы, не позволять действовать мужчине не в своих интересах, защищать свои интересы, отстаивать их, наблюдать, давать мужчине возможность проявить себя и по его поступкам делать выводы. И после этого, собственно говоря, строить свою линию поведения. Допустим, мужчина в течение долгого времени ведет себя таким образом, что вы ощущаете, что именно он и только он выигрывает от того, что происходит. Вы говорите ему о том, что то-то, то-то или то-то в вашей жизни вы не получаете, те или иные интересы у вас не реализуются. Вы говорите мужчине спокойно, без нагрессии о том, что вам это не по душе, что вам это не нравится и занимаете наблюдательную позицию. Если мужчина свое поведение меняет и начинает ваши интересы защищать, вы их не остаетесь. Если мужчина все равно продолжает защищать свои интересы и находит отговорки для того, чтобы ваш интерес не защищал, это значит, что мужчина не за своих интересов и он ненадежен, и положиться на него нельзя, и вы просто отращаетесь от общения с ним, от него и перестаете пускать его в свою жизнь. Именно так можно противостоять манипуляции. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, помогу. Если вам может быть понравилось, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду вам очень благодарен. А пока желаю всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok